Смотрелся ходатайся о прекращении дела. Здесь только находится... Выслал Анирш и сказал, что... Что там? Рассматривается. В солнцезречательной комнате. Что рассматривается, какой ходатайся? О прекращении. Друзья, перед просмотром этого видео прошу вас поставить этому видео лайк, написать множество комментариев, что вы думаете по этому поводу, а также подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписаться на наш телеграм, инстаграм и группу ВКонтакте. Все, смотрим ролик. Ой, Андрюшка, залетел. Не, ну вдруг не удовлетворят. Откуда это надо? Самый помидор. Полкам что скажет? Кстати, полковник, 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 полковник. Полкам порвет. Батей называете или нет? Короче, и выяснилось спустя... Товарищ майор принял правильное решение. Встал с краю, не лезет в дело. Да, он, кстати, ни одного требования от него не был. Капитан там только залетел. Старший позвонил, он был мне. Тебе не набраться опыта, потому что не лезет в это дело. Уважаемый свидетель, то ли в силу того, что заимел какую-то совесть, то ли в силу того, что растерялся, признал уже некоторые нарушения закона, прям сразу же с первого вопроса. За что я ему, в принципе, очень благодарен. Возможно, он встал на путь исправления. И, в принципе, в дальнейшем мы можем даже рассмотреть варианты оставления данного сотрудника на службе. Но это уже покажет дальнейший допрос данного свидетеля. Я очень и очень надеюсь на его правдивость. То есть начало положено очень хорошее. И я думаю, что мы непременно победим, если не в этой инстанции, то в следующих обязательно. Спустя пять с половиной часов, когда они заблудились, везли его через Москву из одной точки Уматища в другую, через Москву. Это полицейские, с ними бывает, заблудились. Они в суде узнали, что человек не задержан. То есть они его похитили с применением насилия. Куда бежишь? Что здесь? Стыдно стало? Шишканов. Шишканов, про тебя говорят. Стопы. Он пошел стреляться. Не, по-моему, не. То есть следи, пристрелится. Чего? Нельзя убегать-то, не надо. Сейчас ушла двое, двое ляция, пистолет. Шишканов, уже определение вынесло. Нацвет тебя. Чего ты там? Током ешь? Тихо тебя. Я вместо тебя сейчас сказал коллегам, коллеги, пожалуйста, идите домой. Не смотрите, как я позорюсь здесь. Майору даже стыдно за тебя стало с капитаном. Вот они удалились. А вот ребята решили насладиться полностью твоим... фиаску. Как там в меме? Это фиаска, братан. Все, фините. Я не знаю, что сейчас должно произойти, что в суде должно быть в голове, чтобы она спасла такого неуча, как ты. Она себя подставить готова будет. Ну, если полкам, конечно, не позволит. Включайте камеры. Все, прямой афильм. Слушание сейчас продолжится. Всех запустили. Все можете с ним поговорить теперь. Включать камеры можно? Да, включайте камеры. Антон Владимирович. Валерий. Валерий. Как дело? Что случилось? Друзья, благодаря вашей прекрасной помощи и умным нашим защитникам, в данном случае, это Юра Сенчев, Ян Котелевский и незаменимый Луиньков Владимирович. В общем, дело прекращено, потому что кривые руки базуки. Зовут его Андрей Владимирович Шишканов. Это похожая фамилия. Все, ребят, все. Прекращено, ребят, прекращено. Прекращено за отсутствие состава административного правонарушения. Шишканов, выбирай камеру. Все, ребят, мы победили. Полицейский Кузнецов не верил. Не верил, но все. Утром в газете, вечером в следственном комитете. Все нормально будет у вас. Капитан, он ничего плохого не сделал, ничего плохого сказать не могу. Говоря, дело прекратило. Да все, пришел, увидел, победил. Да? Ура! Товарищ майор, пристав. Несмотря на то, что как-то началось у нас с вами знакомство не так, но мы победили, наше дело правое. Спасибо вам большое. Для вам было здоровья. Не мешали. Слава победителям! Ура! Здравствуйте! Здравствуй! Здравствуй, слава! Где Шишканов? Шишканов! Шишканов сбежал, сбежал. Крыса с короткетами. Шишканов, честно говоря, вовремя. Убегай, убегай, да-да. Беги, беги! Позорник. Шишканов, как относишься к этому пастурку? Стоять! Явка с повинной. Явка с повинной. Не хочешь написать, Шишканов? Стоять, Шишканов! Шишканов, явка с повинной. Не хочешь написать? Шишканов, вы отказываете. Вся зла в том из требований блогеров. Дайте в дырмью. От 19.3 сейчас, Шишканов поймешь. Стоять, сейчас, кузя. Стоять! Шишканов просто думал, в сказку попал. О, ты инвалид! Ё-моё! Это же инвалид! На месте инвалидов? Не, ну если ты инвалид, Шишканов, то к тебе как бы спроса с тебя нет. А, ты тебе не делаешь! Правильно, заблокируйся. Все двери закрыл, боишься? Застрелись! Обращение, да, принимай. Обращение граждан принимай, Шишканов. Шишканов, позорище! Позорище! Обращение граждан. Шишканов, людей не дави. Не дави людей. Обращение граждан прими. Чего ты мне... Ух ты, как у меня. Отойди-ка от машины. Куда отойти? Да вы же не проканало твое отойти от машины. Ты не понял, что ли, еще? По 19.3. Чем я тебе мешаю, скажи мне? По 19.3 сейчас пойдешь. Давай еще один эпизод бы сделал. Чего ты? Шишканов, Шишканов. Позорище, Шишканов. Поворотник перед началом движения, включи. Да, даже поворотник не включи. Водители себя тоже так себе. Ух ты! Шишканов, Шишканов. Не включаю поворотник. Не проблема. Минус одна камера. Батарейка стала, по-другому. Сталится. Сталится. Р-70, 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 Р-70. Позорище, Шишканов. Иди застрелись. Что ж ты меня так пугаешь, а? Шишканов. Стоять. Стоять. Отвечу его. А я только не дал команду сбежать, блин. Как трусы. Сбежал. 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 Побежал. Еее. Блядь. О, какой он, такие принделяторы странили. Когда меня наставили в этот отдел, я говорю, не знал вообще ни причины. Мне сказали, что сидеть. Пашу несколько раз ударили. Мне только пригрозили, что здесь камеры нет. А там вот есть Дмитрий Золотов, который проверял этот отдел. В этом отделе вообще не может быть вот этих комнат задержания, потому что они не оборудованы. То есть, по факту, там содержать граждан нет возможности. Как они себя ведут, то есть, ну, благо то, что на самом деле, вот четыре часа, когда меня из больницы сейчас забрали, меня реально увезли в лес. То есть, мы четыре часа ездили по МКАДу, по Волковскому шоссе. У меня забрали всю технику, вырвали. И когда мы пересекли Пироговскую территорию, ну, я ожидал на самом деле какой-то подставы или 318 или 319, то есть, фабрикуют. Потому что у меня ни техники не было, ничего не было. Как говорится, вот все, все, все то, что до этого происходило, да, все вот эти подставы, они сто процентов фокусировали на этом. Вот, соответственно, благо большое, что, как говорится, мозгов, как у хлебушка у некоторых людей, да, и они даже второй протокол им дали второй шанс. Они не справились, да, первый материал. Были и понятые, было и объяснение с моей стороны. Ну, как бы, на самом деле, правда на нашей стороне. Потому что от, по-спортизски, требовалось всего лишь написать отказ мотивированный. И, на что мы хотели обжаловать, да, и был вызван сотрудник полиции, чтобы это зафиксировалось, потому что был запрет видеосъемки. Когда приехал сотрудник полиции, он был Шишканов, было написано на него заявление, что... А он мне отказал от принятия заявления, потому что сказал, что вы, видимо, пьяный, а пьяный мало чего в заявлении наговорит. Дословно сутирую Шишканова. И второе, он потерял в этот момент свой значок. Я обнаружил, что у него есть значка. Он поискал по карману, сказал, что, видимо, у вас потеря. Ну, и дальше приехал два неадеквата. Как бы мы это отдельно рассмотрим. Я не помню их фамилию. Верясов один. Один высокий, другой маленький, которые, ну, вели себя, как говорится, потрясающе со стороны минус. Вот, что они дальше сделали с Павлом, вы видели, да. И, ну, как бы, я едва ли вот от этого дела физически, не пострадал, потому что, если кто смотрел прямой эфир, он останавливался, он был неравновешен. Ну, как бы, то, что я не сидел рядом с Пашей в наручниках, на самом деле, большое благо. Вот, ребят, на самом деле, очень много эмоций. Голова гудит, честно. Вот два дня с нашнотой, со всеми этими двами. У меня на прошлой неделе реально сильный был сотряс. Вот, а сегодня на руках вынесли сотрудники, чтобы просто сюда провести и катать по Москве. Такой, как говорится, открытой экскурсии я не видел ни разу, вот ни по Пытищам, ни по Москве. Дай бог, чтобы вы, братья, никогда не видели такую, вот, как у Комсомольской площади говорят, открытой экскурсии. Вот, видимо, третьему отделу полиции стоит также открыть экскурсии, но после того, когда сюда приедет следственный комитет и выяснит всех, кого они там скрывают. Я слышал, есть такие волки, которые, когда на Луну превращаются в кого-то, я не помню, как они называются, но... Слово, уоротни. Согласки, ребята, не бойтесь, потому что это самая маленькая толика, да, что напугают одного, один не скажет, не буду делать другие. А вот именно общностью, вот я вижу сегодня всех близких, даже много людей незнакомых, это реально гражданское общество, которое ночью и целый день, и вчера это было несколько дней, приходили, поддерживали, это дорогого стоит. Я сам от сердца это делаю искренне всегда, когда прихожу на помощь. И до слез, на самом деле, очень рад, что... Теперь тебе отдохнуть надо. Создравляем. Спасибо. Ура! Мусора позор России! Расскажи вкратце, что он тебе говорил там про контузию свою? Про что? Про контузию свою. Друзья, смотрите, когда первый раз ехали мы в ОВД, меня забрали из больницы после свидетельствования, Шишканова, ну, как подменили, он обычно такой милый, интересный человек, и вроде бы как ничего не предвещало. А когда мы сели, я надел он мне наручники, я ожидал какой-то милого препровождения, я думал, что я уже понял, что меня везут в отдел. Но человек сказал, что он участвовал в боевых действиях, что таких, как я, нужно валить и резать, что он контуженный, и почему-то на Войковской об этом знают, но его допускают до, как говорится, до службы. На Войковской, видимо, есть какое-то тестовое бюро психологическое или психиатрическое, которое он проходит. Ну и вот он, общаясь с водителем, говорил, что таких, как я, нужно резать, убивать. Водитель его поддерживал, говорил, кому ты объясняешь, типа, ну это дно общества, да? Ну вот, минут 20 я присутствовал с близким, наверное, с коллегой, с обратом майора Евсюкова, и, в принципе, как бы при наличии, наверное, заряженных каких-то стволов, вот, он мог бы, ну он был близок, он был бы на грани, и поэтому есть вероятность, да, есть необходимость проверить на психическое состояние именно, опять же, Шишканова, после того, что он наговорил. Контузии, военные действия, наручнички посильнее затянуть. Спасибо, Антон, давай выздоравливай. Спасибо вам, братцы. Кузнецов, ну так оцените свои шансы остаться на службе? На свободе вообще. Вы сами оцените, а я умею... Нет, вам хочется... Нет, мнение можете высказать, Кузнецов. Вы что, я же вам говорил, не применяйте насилие. До свидания. Часть треть все сделали. Зачем вам третья часть от трех до десяти, а? Вот скажите. Вы сами решайте. Да не сами мы, мы уже решили. Суд дальше будет с вами заниматься, комитет. До свидания. До свидания, до новых встреч. Тихо, 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 тихо. Пристегиваться, капитан, не учите. Да он один хрен не пристегнется, и Кузнецов не пристегнется. 2-1-2 нарушает, 5-1... Поворотник не включил. Ну, конечно, это не отменяет. Никогда не подскажите. Аварельный сигнал, так и с позором уезжает. Позорники. Позорники. Был нарушен пункт 2-1-2 и 5-1 правил дорожного движения России. Хотя были включены проблесковые маячки, но это не отменяет того, что правила дорожного движения Российской Федерации были нарушены. Ребята, ну что ж, вот так закончились судебные процессы. Ребята уже по чуть-чуть расходятся. Кстати, не дашь комментарии? С удовольствием, дам вам комментарий, Борис. Дело в том, что это был Матичинский городской суд, и я был по этому делу защитником. Вот. С чем... С гордостью, о чем говорю. Вместе с Юрием Евгеньевичем. И всеми остальными присутствующими, в принципе. Все это были защитники. Было у нас 30 чем-то человек защитников. Но меня не пустили на данном этапе. Я был на этапе до этого. Вот. Не пустили на зал судебного заседания. Ну, там, мотивировано как-то. Но, тем не менее, мы победили. Мы победили. Шишканов, новая звезда у нас. Шишканов, Кузнецов, Верясов. Верясова еще найдем. Новые звезды Ютуба, пацаны. Все делайте. Находите их. Кто, кого они до этого били, там, беспределили, с кем. Скидывайте видео, там, истории свои. Все сделаем, чтобы придать этому огласку. Теперь мы будем... Пойдем на днях в Следственный комитет, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Им светят сразу несколько статей Уголовного кодекса. Это похищение, незаконное лишение свободы, превышение должностных полномочий с применением насилия группы лиц. То есть, пункт АБ, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. И, ну, собственно, там особо тяжкие статьи. Там наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Поэтому тут уж как комитет решит. То есть, тут им светит реально реальный срок. Вот. Ну, а что ж, я очень рад, что мы победили. Я надеюсь, что вы тоже смотрели нас. Что вы рады за нас. Особенно за Антона. Остается отбить Павла Камека еще, да. Но там, в принципе, то же самое. Поэтому труда это, я думаю, не составит. Да, аналогичное решение будет принято. Я уверен. Я уверен, что даже дело, в принципе, в суд не поступит. Скорее всего, МВД само его прекратит. Вот. Спасибо, что были с нами, да. Спасибо, кто поддерживал нас. Подписывайтесь на канал. Поставьте в этом видео лайк. Распространите это видео. Много-много лайков. Пишите много-много комментариев. Чтобы это видео продвинуть. Чтобы все узнали, как можно защищаться. Защищать свои права. Выходить правым из-за ситуаций. Из-за рамсов с мусорами, да. С охреневшими. Вот. Так, что еще? Ну и все. Подписывайтесь там везде. В Инстаграме, там в Телеграме, ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Все. Всем спасибо, ребят. Защищайте свои права. Да, защищайте свои права. Не бойтесь, не ссыте. Все публикуйте. Гласность, огласка. Ну и интеллект. Гласность, огласка, ребят, просто помогает распространение. Видите, благодаря вам. Я даже слышал такое, что из других городов ребята звонили. Да, из других городов звонили. Звонили и помогали. То есть вот это вот все благодаря вам. То есть не только вот мы, да, постарались, а главное и вы постарались. Что я хочу отметить, конечно же. Ну что ж, ребят, все. Прощаемся тогда с вами. Я бы хотел еще добавить. Сотрудники полиции, инициаторы объявлений по обвинению, те, которые сегодня присутствовали в качестве якобы конвоиров, да, они находились сегодня в здании суда, много с ними разговаривали, скажем так, о жизни. Вот. Один из них высказался о том, что народ у нас трусливый. Не знаю, что он имел в виду, ребят, но сегодняшнее заседание показало, что именно благодаря, я думаю, что и благодаря вашей поддержке, потому что вы приехали, поддержали, беспокоились. Вы сегодня одержали победу. Судья на самом деле приняла правильное решение, приняла правильное, на мой взгляд, решение. Она признала составленные протоколы, как полученные с нарушением закона, и прекратила дело за отсутствием состава административного правонарушения. Ну, в принципе, это чистая победа. Хотелось бы, конечно же, и допросить Шишканова в качестве свидетелей по существу данного дела. Но у нас на это будет еще время, да, так что будете, ребят, следите за новостями, поэтому в будущем мы все вам, естественно, покажем. Так, Мусора, вы там какое шампанское любите, слышите? Сразу, давайте, выбирайте бутылочки. Бутылочки в комитет на допросы свои приносим. Там, короче, не выдают. Можете из ментовки свои взять из-под бомжей, поняли, да? Сигарочки еще какие-нибудь видны. Давайте, да, да, да. Все, ребят, вы все поняли.